Дело рассматривалось с участием коллеги присяжных заседателей. Подсудимым был признан виновным единогласным в совершении указанных действий и не заслуживающим снисхождением. Согласно приговору суда он был осужден по статьям 131, часть 4, 132, часть 4, 105, часть 2 ГК РФ. Наказание ему окончательно было назначено в виде 21 года лишения свободы и 2 года ограничения свободы. Продолжение следует...